Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 марта, день Архипа. Он получил свое название по имени святых апостолов Архипа, Филимона и Апфии. 5. Идолослужители, питавшие сильную ненависть к ним, схватили их, закопали до бедер в землю и побили камнями. 6. Филимона и Апфию совсем закидали камнями. Архипа или живого оставили на посмеение детям, которые стали терзать его ножами, пока он не отошел. 7. Этот день в народе назвали Филе Вешни. Считалось, что весна набирает все больше оборотов. Крестьяне 4 марта продолжали наблюдать за поведением зверей и птиц, приметами, что помогало предсказывать погоду. 8. В этот день на Руси считалось проявлять милосердие. Кормили нищих, помогали сиротам и убогим. Чем больше сделаешь добрых дел, тем самому будет лучше. 9. В крестьянских домах пекли каравай. Его посвящали солнцу. Им обязательно угощали соседей, родственников, друзей. 10. Оставшиеся крошки присаливали и брошались за спину, чтобы осенью соль и хлеб в семью возвратились. 10. Приметы. Солнечный день, год будет плодородным. Чем больше добрых дел на Федота, тем больше счастья прибудет. 11. Красная луна, погода будет теплой, но сырой. 12. Картошка в подвале прорастает, весна близко. 13. Если сегодня заболел, к тяжелой и продолжительной болезни. Поэтому старайтесь сегодня ни в коем случае не заболеть. 14. Двадцать восьмые лунные сутки. 15. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. 15. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. 16. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. 17. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. 18. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. 19. Все должно идти легко и радостно. 20. Доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. 21. Сегодня снятся вещи и сны. 22. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. 22. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. 23. Сны.